Здравствуйте! Меня зовут Жанна Ахметова. Я координатор штаба ТВК. И я хочу рассказать вам о том, что демократический выбор Казахстана 9 мая объявляет митинги. Я объясню вам, почему мы выходим 9 мая, с чем, как, с какими требованиями, как мы будем действовать. 9 мая Казахстан отмечает очередной праздник, День Победы. Это праздничный день, и в этот день у нас, у всех, будет возможность быть на площадях и улицах наших городов, потому что при других обстоятельствах проводить массовые уличные мероприятия, акции, митинги тем более, этот режим не позволит. Поэтому мы призываем всех выходить именно в праздничные дни, и в связи с тем, что до выборов осталось критически мало времени, мы будем использовать каждый день для того, чтобы высказать свое право на выбор, для того, чтобы высказать свои требования к честным, к справедливым выборам. И мы это делаем таким образом. Мы пойдем вместе с бессмертным полком. Во всех крупных городах Казахстана вот уже пятый год наша власть выводит большое количество людей, для того, чтобы можно было почтить память дедов и отцов, воевавших в Великой Отечественной войне. Люди несут портреты погибших и так далее. Мы хотим заявить свое право участвовать в этом мероприятии, и мы тоже выйдем, приобщимся и выйдем со своими требованиями. Наши требования неизменны. Мы говорим, у нас есть выбор. Мы говорим, Нурсултан не мой город. Мы говорим, Такаев не мой президент. Мы говорим о том, что мы имеем право выбирать сами. Поэтому мы пойдем и мы будем говорить о том, что нашим политзаключенным нужна свобода, чтобы эта страна остановила пытки. И в этот день мы вспомним всех жертв режима Нурсултана Назарбаева. У нас есть кому отдать и почтить память тех, кто пострадал безвинно, кто пострадал, сражаясь за свободу, кто пострадал, сражаясь за свои права, за справедливость. Мы понесем портреты погибших женоземцев. Мы понесем портреты тех, кого этот режим убил. Алтенбека Сарсенбаева, Заманбека Нуркадилова, журналистов, которых убил этот режим в начале 90-х. Мы понесем портреты тех людей, которые сегодня находятся в тюрьмах. Мы понесем портреты политзаключенных, которые сегодня сражаются за нашу и вашу свободу и остаются в заключении. Мы понесем портреты тех, кого этот режим наказал сегодня. И тех людей, которые сегодня лишены возможности вести полноценную жизнь, находятся на ограничении свободы и так далее. Таким образом мы выскажем свое право на свободу и таким образом мы сможем свои требования озвучить. В этот день по всем городам будет шествовать бессмертный полк. И мы вместе с этим движением придем в те места, где власть традиционно проводит мероприятия, связанные с чествованием ветеранов Победы. И именно там, в парках, возле монументов славы мы объединимся для того, чтобы провести митинги. На этих митингах прозвучат все наши требования. На этих митингах мы сможем объединиться и снова показать режиму, что народ есть власть, народ есть сила, и что эта сила едина, и мы заслуживаем перемен. Поэтому мы призываем вас 9 мая выходить вместе с нами на площади и заявить свой голос, почувствовать, что у вас есть выбор. Совсем недавно в стране прошли митинги 1 мая. Вы видели тысячи людей, как мы объединили их и как мы смогли вывести их на улицу. Эти тысячи людей всем нам придали дух и смелость. Всем нам передали дух победы и дух возможностей. У нас есть возможность выбора, и мы можем добиться перемен в стране. И эти перемены совсем рядом. Все зависит от нас. Поэтому мы будем выходить каждый раз, когда будет такая возможность, в любой праздник, в любой день массовых акций. Мы будем приобщаться к каждым требованиям, которые справедливы, и будем поддерживать любые гражданские и политические требования наших граждан.